александр спасибо что пришел вот скажи пожалуйста про свое прозвище мальборо откуда вообще взялось почему почему юность моя это один из первых фильмов которые увидели когда это харль дэдс на кабель мальборо и как друзья не знаю как нашлись какое-то сходство причем самое интересное что обоих волос что-то принес нам в подарок в наш музей подарок я вам принес старец кобурой владелец карли бэдсона я привез вам нашивку это продемонстрирует привозил мне друг из соединенных штатов америки но я не помню из какого штата потому что у меня есть на самом деле из нескольких штатов наши такие я такой у меня такая мини коллекция тоже есть вот я готов вам слышали передать большое спасибо я тоже достаточно большой поклонник мотоциклов этой марки вот очень мечтаю когда-нибудь его я в принципе только знал марка ну александр а что пошли писаться да все поехали дело павла устинова новые правила регистрации беспилотных летательных аппаратов а на аэродроме покрасили газон это соседский вай фай обсуждаем самые интересные события прошедшие недели с вами студии александр самофал и петр смирнов александр привет 30 сентября московский городской суд вынес решение по апелляционной жалобе защиты павла устинова актера который якобы сопротивлялся действиям полиции нанес травму сотруднику росгвардии его приговорили к одному году условно до этого 16 сентября тверской суд москвы приговорила трех с половиной годам реального срока и после этого началась масштабная акция в защиту молодого актера на него на его сторону встали многие известные личности актеры музыканты режиссеры руководители театров александр тебе что-нибудь известно вообще про эту историю ну я слышал так вкратце что вроде произошло как бы задержание да и во время задержания он оказал какое-то сопротивление и что-то нанес какую-то травму да тогда позволяй тебе расскажу 3 августа в москве проходил протестная акция которая не была согласована властями не санкционированы и вот многих задержали тогда очень много было задержанных но среди их числа был актер молодой актер павел устинов и что самое интересное удивительное он оказался что он ранее до этого служил в рядах росгвардии то есть он проходил служит до вместе думаешь что уволился нет он проходил срочную службу ну как обычно ребята идут после школы вот и он вернулся в москву продолжать актерскую карьеру и так случилось как он сам объясняет совершенно случайно у него была там деловая встреча стоял у метро счета смотрел в телефон подбегают сотрудники росгвардии в количестве несколько человек валят его на землю и в автозак оказался не в том время не в том месте 3 августа его задерживают 16 сентября ему выносят приговор три с половиной года реальным срок оказалось вывихнул руку сотруднику правоохранительных органов этот месяц находился где-то сизо сизо его держали в сизо то есть он фактически уже был какая-то мода молодежи да все да это просто про мировыми место тусовка корин с мамой мацер да и сейчас уже павел устина туда попал да и очень сильный резонанс общественно эта история вызвала я специально не стал ее затрагивать предыдущей передаче потому что очень сильно хотел дождаться решения апелляционной инстанции но вот например за него вступился там константин райкин многие актеры там в том числе александр пали юлия персид максим виторган елизавета боярская они стали записывать ролики в инстаграме в поддержку до свободу павла устину то есть это достаточно широкий резонанс в социальных сетях приобрело все но мы сейчас у нас есть такая возможность посмотреть да да давайте посмотрим видео действительно саш включи нам видео сюда видим бегут росгвардейцы стоит какой-то парень метро то есть вопрос хватает валят уносит то есть туда же непонятно вроде мисси вроде миссинг дает скопление определенное количество людей по показаниям самого росгвардейцы от моря в телефон выкрика вы лозунги а еще при задержании значит оказалось сопротивление в итоге чего он вывихнул руку он даже один стоял ну видно что он смотрит телефон подбегает к нему ребята бывшие коллеги начинали вяжут и несут даже на весь непонятно нанесли он там травм потому что обычно боль какой-либо ты все-таки все равно какой-то визг или крик сдаешь но я не знаю как это могу произойти ну это как так надо их было несколько до человек если там не ошибаюсь на человек 4 точно ну да они его задерживали и может быть когда его задерживаю они вместе упали тем не менее на суши актеры проявили солидарность очень большую они объединились и вот эта солидарность дала свои плоды через четыре дня его выпустили под подписку о невыезде то есть прям специально провели еще заседание суда и он четыре дня через четыре дня после приговора его уже выпускает под подписку о невыезде то есть еще даже апелляция там условно говоря только подано его уже выпустили ну чтобы хотя бы как-то успокоить разозленную общественность в этом деле да и вот 30 сентября суд изменил актера наказания на год условно причем как теряется дала свои плоды и ну уже уже человек остался на свободе так бы три с половиной года в колонии общего режима пожалуйста там напрочь вычеркнули жизни время но все-таки если даже дали условно то есть все равно получается доказано что он участвовал митинге или он сам как-то это все таки сознался что нет он вины не признал вины не признаю более того они будут дальше продолжать я играл в clash of clans на теле наши местные ну что-то вроде того вот в общем будут продолжать добиваться я читал одно из его интервью он сказал что ну наверняка в европейском суде права человека нас услышит то что в первом заседании суда в тверском да судья криворучка которым так много было сказано за все это время не приобщил к материалу не эту видеозапись которую мы посмотрели не вызвал свидетелей защиты то есть ни одно ходатайство защиты не удовлетворил то есть вопрос справедливости рассмотрения этого дела очень сильно разозлил поэтому то есть там вообще получилось даже основные такие права до которые направо на защитой на защиту право ряда нарушена по сути дело достаточно громкое но будет большой вопрос не зря задал вопрос тебе почему громкая ну вот честно я так видел ну просто как пользователь интернета да там пролистал увидел что опять папа и устинов павел устинов и такой ну вот спасибо что там рассказал вообще да в чем суть тоже я вот честно не знал то есть я думаю что это как-то локальный такой на какой-то конфликт конфликт который в разных городах проходит и как будто в москве был и наверное думал там около этого метро и останется как много только так ну ну вот меня он собственно говоря до сих пор волнует поэтому мы задали вопрос людям на улице значит слышали они что они знают про эту историю поэтому даша тебе слово вперед знаете ли вы что-то отделе павла устинова задержание павла устинова да я слышал про дело павла устинова это какой-то человек который на митинге оказал сопротивление полиции и за это его приговорили к какому-то сроку заключения общественность возмутилась этим и требовал того чтобы наказание пересмотрели нет не знаю нет не слышал что ты слышала но что конкретно я не могу вам сказать дело в том что я сам режиссер вот вы меня на выходе из театра поймали вот и я достаточно неплохо знаком с этой средой сначала было обращение константина райкина вот он призвал просто всех неравнодушных как-то проявить высказаться на эту тему затем это стали делать многие другие актеры режиссеры некоторые из них мои хорошие знакомые и я тоже в общем посчитал необходимым не оставаться в стороне знакомая история где-то увидели да на youtube на ютубе увидел блогера одного а вот что думаете по этому поводу как вообще действительно по делу задерживают таких людей или все таки я считаю что совершенно не по делу задерживают потому что человек просто стоял там видимо я глубоко не углублялась это не углублялась это дело в принципе я считаю что всю систему в нашем государстве по поводу правоохранительных органов их действий надо пересматривать кардинально менять и считаю что они все-таки превышать свои полномочия но если честно я не вникал вообще в само дело но осуждать наши органы как говорят себе дороже поэтому значит как-то так само решили ну как видишь в принципе ты не одинок в городе про него вообще практически никто не слышал про это дело то есть только редкие люди которые там действительно вот режиссер театра там ну кто бы был до молодежь которые больше внув в интернетом пользуются чем смотрят телевизор например только они в курсе даже можно сказать 90 процентов и не знают кто такой павел устинов и что за шумиха вокруг его и не а тем но тем не менее я думаю благодаря этой программе многие сейчас узнает что такие ситуации могут быть и с нашими зрителями но не обязательно что это их какой-то актер может быть здесь даже повезло в том что он актер и его знает там своя театральная до тусовкой есть кому за нее вступиться я надеюсь что дальше если все-таки на самом деле он не виновен тут есть не одна проблема кстати говоря я не должен сказать что просто так сейчас уже признать что он не виновен правоохранительным органам по сути нельзя это значит что нужно в обратную сторону начать проверку а законно ли его задержали и для судьи теперь большая проблема потому что незаконно вынесенные решения это уже преследование судьи но давай другим новостям конечно будем следить будем смотреть как это дальше все разовьется эта ситуация дай другим новостям вам законный чтоб все правильно ну закон он едины для всех бы на ли так вот интересная новость правительство российской федерации утверждило правило регистрации беспилотных летательных аппаратов вот дроны да как дроны долги там слышали там это самое там радио модели выраги кодрокоптеры да то есть это там гексокоптеры даже порой есть получается у них сейчас будут номера регистрационные номера короче все что тяжелее 250 грамм теперь должно нести свой индивидуальный регистрационный номер прямо на борту а я тебе скажу так что эта история достаточно серьезная потому что все авиамиды листы то есть кружки авиамодель ты бы даже те кота тарелки кидать которые дружья стрелять все что больше 250 грамм и управляется внешним пилотом то есть это пилот который там с пультом не сидит непосредственно вылетать на борьбе стоит там на земле но не управляет да он должен быть его зарегистрировать вот у нас есть отличный герой мы пригласим следующую передачу это спортсмен выступающий саровский спортсмен выступающий на международных и на российских соревнованиях я надеюсь он придет покажет расскажет о своей технике о том как он этим занимается и мы заодно все остальные законодательные аспекты обсудим это очень интересный такой вопрос у нас городе вообще разрешено вот поэтому следующий раз то бы и обсудим я все подноготную расскажу что тебя впечатлил на прошлой неделе какие новости тебе примут запали в душу новость одна из наших саровский групп чуть ли не под таким громким заголовком что у аэродрома покрасили газон то есть прям покрасили прям зеленой краской да и многие же но мы я разобрался фоточки есть до фотографии можно смотреть да давай давай продолжим посмотрим на игровая пока как это выглядит ну слушай ну реально выглядит как будто покрасить презентабельно да как будто да совершенно наверное готовится к визиту президента так многие делают данному все-таки потом попозже расскажем да в чем суть что это на самом деле не просто не краской там не акварель не гуашью кто-то баловался это определенная система но у людей сложил стереотип когда приезжает президент начинается резкое было начинается чёс до благоустройство всего вообще ждала можно не всего а только туда где он будет ехать за его маршрута по его маршруту маршрутный листок то есть первая точка выезда аэродром а там что земля надо покрасить да газон иван расскажи в итоге чем у нас покрасили газон около забора аэродрома это специально так называемый гидропосев способ посева семян газон и травы при помощи гидросеялки создается смесь из семян мульчирующего материала с природным красителем гидрогелия закрепители синтетических волокон у лишь улучшителей почвы и удобрений то есть это специальная такая система минутка википедии до закончились но как мы понимаем это своим словами это определенная система с определенным красителями чтобы почву лучше там и с удобрениями да и все она зеленого цвета под потому что ну вроде как газон получается не к приезду путин вопрос то просто может быть по плану сидят воздать работы на самом деле да ну может просто люди занимались своей работы своей работой тут понимаешь фотографировать все извините да вижу но еще раз повторяем это специально никто ничего не красил не это такая технология это такая да технология как сообщает канал лепр в министерстве финансов предложили увеличить субсидии из российского бюджета на производство и закупку контента федеральных телеканалов в гтрк первый канал нтв и russia today за три года получат 148 миллиардов рублей 148 миллиардов рублей из денег налогоплательщиков из наших с вами денег так что уже неважно смотрите вы телевизор или нет платить все равно придется помните чиновник олега шкуратова чей отпрыски уехали отдыхать в турцию на средства фонда предназначенного для помощи тяжело больным детям и детям оказавшимся в трудной жизненной ситуации вы не поверите но клинцовский горсовет вновь избрал его главой города отметив что цитата результаты его работы будут еще более замечательными и вообще шкуратов цитата пример для многих как сообщает канал пикабу в областной бюджет иркутской области направит дополнительные 367 миллионов рублей на выплату премии чиновникам которые участвовали в ликвидации паводка как заявил вице-спикер заксобрания александр ведерников речь идет только об областных государственных гражданских служащих по его словам отдельные специалисты могут получить денежные вознаграждения в размере своего годового дохода между тем от последствий июльской стихии жители потопленных районов страдают до сих пор по данным на 1 октября из трех тысяч поданных заявлений полную выплату на ремонт жилья получила всего одна семья 129 заявителям выплатили лишь часть суммы где справедливость ну а к нам присоединился александр корнов он же мальборо активист член 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 мотоклуба вагабонд если я правильно понимаю нашего саровского клуба александр мы тебя приветствуем спасибо что пришел чески над был между вами систем надо было между вами садиться желание загадки потом будет время конечно мы тебя позвали потому что на прошлой неделе прошло закрытие мотосезона я так понимаю вы официально ну хотя погоду еще позволило погонять вот уже официально закрыли мотосезон ну расскажи вообще чем запомнился это лето этот сезон вообще как он прошел все ли был спокойно хорошо сезон спокойно прошел сезон прошел в этот раз насколько я знаю без особых травм и трагедий это прекрасно у нас сейчас это наверное один из главных показателей лично для нас то есть для людей которые как бы мотодвижение не просто для удовольствия которые ну пытаются что-то в него внести соответственно как бы мы считаем это отчасти своей заслугой так или иначе клуба то имею в виду потому что все таки пытаясь занимаясь популяцией этого движения как бы проводится достаточно много и бесед и встреч и общений и какой-то я не знаю там прививание какой-то культуры мод и культуры до борьба с мотобескультуре даже вот так я бы даже сказал попытки борьбы с мотобескультуре конечно мы не нет ни карательные не воспитательные органы поэтому как бы от людей зависит но тем не менее прошло все хорошо прошло насыщенно появилось еще больше мотоциклистов активных мотоциклистов на самом деле количество культуру общее общее количество муцикле с у нас сейчас очень большое порядка там 300 там что ли или 500 мотоциклов зарегистрированных зарегистрированных но в реале ездит конечно гораздо меньше но сейчас это количество уже реально ездящих мотоциклистов ушло за сотню то есть для такого небольшого по размеру городка эту приличное уже что прошло вот за это лето интересно вот именно в сарове так у нас на самом деле у нас сейчас во первых ну есть наши традиционные мероприятия которые проводятся каждый год всегда это открытие сезона закрытием мод сезона обязательно мы проводим день клуба это где-то за городом чтобы могли приехать к нам гости чаще всего это выбирается какая-нибудь турбаза значит организации концерта так далее а есть какие приметы меня с колесом меня никаких примет нету ну единственно что я в принципе чужим людям мы как бы редко позволяем в принципе садится на мотоцикл и без разрешения одевать шлемы и перчатки но это скорее не приметы это нормально туда отношения многие многие собственности да да многие как бы расценят такие плохие приметы но наверное проще ему объяснить что это плохая примета одевать мой шлем терминатор голому объяснить вещи байкеров одевать лучше не надо мне нужны твои да мне нужна твоя одежда слушаем рации вот они не плохая даже не думать а так вот почему он отказал шварценный момент плохая но не знаю как вот вроде да которую на мотоцикле у них как мне говорят они бесстрашные да ничего не есть вообще какие страхи мы боимся ровно того же что и все только как-то но осознанно скажем так единственный способ выжить на мотоцикле это постоянно ловить взгляд водителя в любой ситуации при перестроениях при обгонах убедился что он тебя убедился что он тебя увидел на скорости которая сильно превышает скорость потока это увидеть невозможно понятно то есть вот этот призыв который обычно в начале сезона начинается до когда выезжают мотоциклы на дорогу призыв то что автолюбитель уважаемые там следите за зеркалами смотрите в зеркала это не для того чтобы по первому водитель машины во вторых чтобы я в том числе вы понимал что он что он завидит если они же обратно зеркалом стороне это вот интересный факт я даже не других способов сохранить себе здоровье жизнь нет еще фактор введения существует к сожалению мотоцикле стыда не разбиваются чаще всего не от падения столкновение встречи с препятствием конечно почему без мотоцикла даже это те самые бордюры столбы те же самые машины какие планы на следующий год что вообще планируете следующий год планируем достроить такие все таки во первых помещения большой ангар будет что-то там уже сейчас нет там уже сейчас есть почему будет чуть-чуть недоделанную это помещение которое совмещает в себя небольшой концертный зальчик мотомастерскую и наш дом в автолюбитель это гараж да у нас большинство районам гаража мало двух гаражей мало и пяти гаражей нам тоже мало нам надо побольше мы не скромничаем мы не скромничаем в этом вопросе да были когда свадьбы в городе были последние было в августе это я собственно женился зачем да в ускоренном режиме сейчас вот это здание до 2 все в гараж идут чтобы как бы от жены от детей подальше да вот на самом деле вот вы смеетесь от реалии выглядит это сейчас так казалось бы все туда бегут последние мероприятия показали что у нас там такой шалман там детский сад бегает я не знаю там просто уже заднюю так следи как мультики осторожно обезьянки и скоро будем связывать веревочкой в общем-то это действительно какая-то семейное такое мы считаем объединение уже и дети жены все вместе общаются отлично как бы поскольку клуб растет количество людей в прогрессии растет так александр ты что-то заготовил нашему гостю какой да да вот сейчас даже недавно подняли слова до чоппер да такое это тесно саж готов ли ты показать многие зрители дает я даже не знаю как вообще выглядят многие мотоциклы тип мотоцикл да как как вообще он выглядит какая посадка на нем как на нем сидеть как он заводится я не знаю там готов сейчас просто но сомпровизировать я буду называть типы мотоциклов их нужно будет так видимо же даже крокодила да такой игрок показал показать как это в не вставая с дивана да можно встать диване не знаю там справа стране хотя бы конкурс таки вставать с дивана нельзя да вот как выглядит спорт спортивный мотоцикл как на них идет упор дорогой кверху позе эмбриона позе эмбриона не катает так вот чоппер чтобы подмышки не потели нормальный чоппер я думал это мотоцикл на котором никогда не показал мышки рэкин бог взлетал круизер это разновидность чоппера или это не откуда мотоцикл для путешествий и не самой комфортной посадкой как правило вообще самые комфортабельные классы поэтому вот как я сейчас сижу на диване а то есть там можно так вот на нем и ладу а этот мотоцикл где там подлокотнички и даже могут быть музыка и подлокотнички в зависимости от оснащения маленький гном там коктейль молочный интересную в этом плане особенно в москве вот как там много сейчас таких пафосных для денег которые на огромных этих вот голдвингах и значит у них такой стиль сейчас они в бейсболках ездят и шлемов и обязательно какая-нибудь махровая к разговору о традициях байкерских тогда следующий вид эндуро то есть правильно скал дура не вставай с дивана поставить невозможно потому что надо скакать внедорожный классно пасков грунтовый это motocross фактически это motocross фактически только лишь с разницей что motocross только по кроссу трассе эндуро по любой пересеченной местности от города песков на звук какие-то не увидели даже нет нет он тоже тарахтит у них как правило одноствольные повторить не смогу и мопед я ж только на двух конечно же известно как мотоцикл урал какая у него старому мотоциклу муциклисту сказать слово урал у него начинается дергать глаз у нас даже как как посадка классическая но но урал это такая техника из которой всю жизнь там десятками лет русские мотоциклисты лепили все что лепится любого класса мотоцикла и делали из уралов то есть своеобразный аналог лего переваривали их подчоперы делали из них что-то наподобие эндуро и продолжают делать делают спортивные сайт кары то есть с колясками но для гонок классический мотоцикл все это делали из урал потому что это был единственный доступный достаточно объемный достаточно мощный мотоцикл ну вот кроссовый мотоцикл это у нас вы это для гонок уже по трассам по трамплинам же эндуро то сосуде они вы еще более облегченный более облегченный а у тебя какая сейчас марка у меня харли дэйтс как на нем вот как на настоящем чокере него я думаю мы сюда поставим сейчас вот сейчас фонтику мотоцикл понимать на нем это а как вот на нем вообще удобно смотреть за дороги но если замечательно на самом деле замечательно я вот в этом сезоне я сначала даже нервничать начал мне каждый день задавали вопрос как не с таким рулем там ездить замечательно удобно могу долго ехать на привычке а потом могу на литвое это на самом деле я же не держу 700 я не держу руки на весу я на потоке вешу меня дует я держусь за руль все понятно то есть но собственно как бы где-то описание такое было чиперов там то есть тут большой шумных орлей на которым водитель висит на руле как мартышка на трапеции прикольчик из разряда но к нему тоже надо привыкнуть дальше не сразу на это все дается на самом деле это такое понятие ночь опера это вообще она очень размытое смотрел да много фильмах у меня вот возникал вопрос вот на длительность и были стоянка договорил до 700 там километра где-то 500 ехать не заказ полюмируется сформулировать вопросовой не за максимальное количество мошек который прилетал за время по вечерам приходится каждый год закрытом шлеме едешь два-три часа и приходится останавливаться отмывать стекло нереально вообще не шамайского жука в лоб ловил в лоб ловил и в шоку ловил на неприятного в открытом шлеме вообще неприятно закрытому бедра есть только размазывать сильно на старости лет спица вот всю жизнь ездил в закрытых шлемах потом купил просто со стеклом стал есть красота здорово а тут раз уж ян харли речь я себе купил какую-то имитацию шлема который честными нашли корочка такая маленькая и я в нем ловлю все весело и сезон этим развлекаясь вообще собственно муха ты сейчас увеличить лицо можно не за граммф и как это чем говорит грустный байкер отличаться от веселого на зубах мухи вот да я поэтому друзья с вами был соседский вай-фай увидимся на следующей неделе в студии для вас работал пётр смирнов и александр самофал а в гостях у нас было александр корнов он же мальборо саровский мото клуб вагабонт всем пока до новых встреч а